Сегодня в программе Хотите начать свое дело? Начинайте с учебы Государство поддерживает бизнес молодых Закончить школу, университет, найти высокооплачиваемую работу Для многих молодых людей сегодня это стандарт успешной жизни Но в условиях рыночной экономики сегодня стоят совсем другие задачи Стране нужны молодые активные предприниматели, которые смогут и себя прокормить, и рабочие места предоставить С 90-х годов прошлого века наши города существенно преобразились Кругом вывески частных предприятий, оказывающих всевозможные услуги или предлагающих товары От общепита до медицины и образования малый бизнес охватил самые разные отрасли Хотя 25 лет это, конечно, недостаточный срок для перестройки всей экономической системы Ведь социализм предприниматели как класс вообще не признавал До 1987 года в целом в Союзе занятие предпринимательской деятельностью было уголовно наказуемым делом То есть, естественно, заниматься бизнесом, получать доходы Это у нас в сознании, будем говорить, не было Естественно, никто может сказать официально не заниматься бизнесом Ну, были скрытые факты, за это наказывали И что мы видим? Когда было создано государство, когда разваливался вообще целый Союз Занятость в госсекторе падала с 88 до 32 процентов ВВП в стране упало до 40 процентов, была большая безработица И в целях выживания элементарно, не то, что человек захотел заняться бизнесом, а нужно зарабатывать Надо было хлеб на каждый день И люди занимались бизнесом Ежегодно рост индивидуальных предпринимателей достигал до 500 процентов Занимались бизнесом те люди, которые элементарно не имели понятия образования в свете бизнеса Образование это невозможно где-либо было получить Сегодня вслед за бизнесменами первой волны, которые выросли из челноков и кооператоров, подрастает следующее поколение Молодые и амбициозные, они хорошо разбираются в интернете, имеют высшее образование и хотят учиться Чтобы не набивать шишки на практике, а подойти к бизнесу со знанием всех тонкостей В крупных городах появляются бизнес-центры нового типа Коворкинги, офисы, где можно работать за небольшую арендную плату В удобное время суток найти друзей и коллег Вместе работать, вместе отдыхать Такие центры в России появились пару лет назад, а в Алма-Ате в прошлом году и совсем недавно в Шумкенте В обучении предпринимателей активное участие принимает государство Из бюджета финансируется целый ряд программ поддержки начинающих Более 50% обучающихся это молодые люди, также от нас радуют, женщины есть, советители семейного бизнеса есть Потому что семейный бизнес является одним из приоритетов нашего дальнейшего развития И так-то просто решиться на открытие своего дела Кому-то не хватает смелости, а кого-то уже остановил неудачный опыт Конечно делать Если будет энтузиазм, активный человек, мне кажется, он из одной копейки сделает 10 копеек Из одной 10 рублей он сделает 100 рублей Мне кажется, все реально, если человек хоть захочет Все, кто сталкивается с государством, потом плачут У нас не так уж развито все, это малый и средний бизнес Но мы, как будущее поколение, и мы постараемся как бы улучшить бизнес И чтобы росло самосознание народа Главное стремление, желание, да и все в принципе Для молодых людей, только вступающих на путь предпринимательства, главный вопрос – с чего начать? Какой вид бизнеса востребован и принесет прибыль быстрее? В первую очередь начинающие предприниматели должны знать, где начать свой бизнес Периодом, в каком сегменте рынка они будут работать Значит, провести даже свое маркетинговое исследование Куда он входит, какие там есть игроки, насколько этот товар востребован И что, самое главное, что хочет клиент, что хочет покупатель Со своим проектом или идеей, куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль Начинающий бизнесмен приходит к консультанту Человек сам выбирает, чем он хочет заниматься Но бывает так, что человек начал заниматься, ну там, я не знаю, например, мыловарением, да, к примеру Или там изготовлением свечей И ему кажется, что он на этом зарабатывает мало И дальше он не знает, чем заниматься Но он услышал, например, что заниматься, например, щебенкой, да, там, например Или, там, я не знаю, заниматься, там, каким-то другим услугами выгоднее, да И он пытается там себя, как бы, найти, да Но ведь и там тоже есть свои проблемы, там тоже есть свои нюансы Соответственно, мы помогаем эти нюансы преодолеть, решать какие-то определенные проблемы Помогать, подсказывать и зарабатывать деньги Льготные условия кредитования, поддержка и гарантия, когда необходимо отсрочить платеж Все эти меры содержатся в программе «Стартап фонда Дому» И о них подробно рассказывается на сайте Есть соответствующий раздел и на сайте «Дорожная карта бизнеса 2020» Правда, специалисты советуют не рассчитывать на крупные займы А начинать собственных, пусть даже небольших, средств Не рекомендуют начинающим предпринимателям, естественно, брать кредит Потому что кредиты – это банка второго уровня, они, соответственно, процентные ставки И осилить начинающим предпринимателям кредитные средства будет сложно Необходимо определенное накопление Государство определило приоритетные отрасли, в которых оказывает поддержку предпринимателям В том числе туризм, транспорт, легкая промышленность, образование и, конечно, сельское хозяйство Без его развития стране не обойтись Проблема крестьянских хозяйств, которую я наблюдаю Это мое субъективное продать Невозможно продать Не то, что невозможно продать, продать возможно Они не знают, как это сделать Почему? Потому что в основном В основном Наше крестьянское хозяйство, не в обиду будет сказано В основном, 90% знают только, как производить Все! В каждом регионе Казахстана свои климатические особенности в нашей области, например, уже поняли, что необходимо обратить внимание на животноводство Наше мясо ценится, да? Хорошо, вас не пускают на колхозный рынок Откройте пункт приема мяса Алма-Ата Там есть очень много супермаркетов Алма-Ата – это черная дыра, куда, что бы ты не поставлял, оно все будет проходить Миллионы Потому что Теперь есть супермаркеты, с которыми можно договориться, что вы будете им распасованное мясо В бритетах, не знаю, или в пакетах дадут отправить Да, принимайте по тысячу денег, отправляйте по полторы Вот вам глобально Найти свое направление, не пасовать перед трудностями, не ждать быстрых денег – вот на что обращают внимание своих учеников бизнес-консультанты Один из важных моментов – это, конечно, инновационный бизнес Хотя здесь, конечно, большой риск, потому что новый продукт, да? Но в то же время преимущество в том, что на рынке вы появитесь первым Есть такое понятие – лучше быть первым, чем лучшим Потому что, когда продукт лучше, значит, есть с чем сравнивать, да? А когда первый, рынок свободный, и его в любом случае воспринят только из-за того, что первый Об этом также говорили наши российские коллеги Когда мы буквально два месяца с ними общались и изучали возможности увеличения потенциала действующего бизнеса Программы господдержки существуют давно, но сейчас они стали принципиально другими Это уже не микрокредиты, не возврат которых могут простить Государство не будет поддерживать безосновательные фантазии Я специально изучала, в чем нуждается на сегодняшний день начинающий подприниматель И, вот я вижу, самое большое количество – это безвозмездный грант Нельзя понимать, что грант – это подарок судьбы, да? Грант – это целевые деньги И, естественно, даже если этот грант не нужно возвращать, но зато там есть огромный спрос Будет изучаться, насколько человек готов к этому новому виду бизнеса, инновационному тем более Насколько его продукция будет востребована Если есть точные расчеты, что у него продукция будет по доступной цене Будет новый товар, будет востребован, возможно, рынком Только в том случае государство может предоставлять грант Поэтому нельзя относиться к государственному гранту как подарок И что каждому первому можно получить этот грант, да? Молодые предприниматели, судя по всему, понимают сегодняшнюю политику И приходят просить не денег, но знаний В основном мы работаем не только с молодежью, но, конечно, и уже состоявшимися компаниями Но радует, что молодежь сейчас активно подключается И понимает, что можно заработать с нуля Может, не имея ни богатых там родителей, ни какую-то определенную, так скажем, крышу, да? Или, ну, как бы, покровителей Открыть свой бизнес и зарабатывать от 1000 долларов в месяц Было бы желание Курсов, школ и бизнес-центров появилось уже немало В Актубе также на регулярной основе проходят тренинги и форумы предпринимателей Можно учиться и дальше, в тех странах, где накоплен гораздо больший опыт развития частного бизнеса За это предприниматель не платит деньги Ему лишь необходимо что? Это пойти и посидеть, послушать, поучаствовать в этих тренингах Это оплатило государство Помимо этого, сейчас существует, ну, это, вот, это программа «Бизнес-советик» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Также сейчас есть трехдневные семинары Это в Астане и десятидневные семинары в Алмате и в Астане То есть есть обучение «Топ-менеджмент» и есть проект «Деловые связи» Предприниматель может, обучившись десять дней, дальше написать свой проект и бесплатно поехать либо в Америку, либо в Германию И там месяц бесплатно постареваться за счет государства Специально для тех, кто делает в бизнесе первые шаги, разработана еще одна новая программа «Коучинг» Это сопровождение предпринимателя на протяжении достаточно долгого времени Сейчас мы, к примеру, тоже запускаем «Коуч» для начинающих предпринимателей То есть для тех, кто хочет заняться бизнесом Это будет введение их от нуля до результата То есть мы будем такими своего рода бизнес-англами, которые будут им подсказывать, рассказывать, учить, как можно открыть бизнес, в какой нише Что для этого необходимо сделать, как управлять продажами, где искать своих клиентов, где искать поставщиков Как это все выгодно для себя сделать, как правильно сдать налоговую декларацию, к примеру То есть все мы это будем обучать Задача поставлена большая – довести малый бизнес до уровня 60% занятости с нынешних 27% Главное, на что обращается внимание – это прозрачный и открытый бизнес, где государство и предприниматель действуют в интересах друг друга Необходимо знать правила игры, необходимо знать нормы игры А так, если идти на нарушение, а потом обижаться на государство, что вместо того, чтобы помогать, контролировать и наказывать – неправильно Если есть санитарная норма, значит, нужно об этих нормах знать и изначально начинать бизнес с соблюдением норм А если самовольно захватывать земельный участок, если элементарно вешать незаконную рекламу, а потом обижаться, что наказывают за самовольный захват за незаконную рекламу – это безграмотно И человек тем самым как бы губит в себя свои желания заниматься бизнесом Поэтому на сегодняшний день надо использовать интернет-ресурцы и элементарно знать, с чем придется сталкиваться Если что, можно на блог любого руководителя написать письмо и задать вопросы, если он не получил ответ Как стать хозяином своего дела, если тебе совсем немного лет, если родители, не олигархи и наставления, что и как правильно делать, никто не давал? Мы спросили об этом у одного из молодых актюбинских предпринимателей Даурен рассказал о своем опыте открыто и подробно Я посмотрел много видео, фильмов и самое, наверное, конечное это было в социальной сети Марка Цукельберг Когда молодой пацан, можно сказать, стал миллиардером в 22 года Это реально зажигает, но мало чего, как бы, нет пошаговой инструкции, как и что делать Где-то полгода я ходил, много чего пытался, честно говоря, у меня было попыток 20, наверное, что-либо добиться, в итоге ничего Ну, по-другому, я чисто чего не знаю? Визитки, какие-то таблетки, присадка для машины, сайт в специальном городе, в котором я мог сидеть дома и посмотреть все, что можно купить в городе, к примеру, такое Ну, много из них, как скажем так, стартап-повек Дело, которое принесло первые плоды, не требовало ни офиса, ни сотрудников, ни даже складов, хотя бизнес оказался востребованным Многие все, что ищете, подумайте, если вы первые, может быть, это просто никому не надо и так далее И я уже начал искать такие ниши, где есть бешеная конкуренция Это машины, это строительство, это отделка и так далее В итоге как-то пришло к тому, что начал заниматься цветами Кому не хочется, чтобы цветы любимой маме, девушке или кому-то еще доставили свежими и в точно назначенное время Заказы Даурен принимал по интернету, там же и договаривался с поставщиками Обычно как делается бизнес в нашей системе? Вы открываете, к примеру, ИП, покупаете, открываете там офис и так далее, покупаете товар и начинаете продавать Моя схема абсолютно другая Я начинаю сзади Я сначала нахожу покупателей, потом нахожу товар, а потом делаю продажи То есть, на примере как Ты даешь объявление, допустим, ты продаешь, ну, те же цветы Везде объявление, где только можно У тебя нет цветов, для начала, скажи так Таких объявлений, может быть, 50, 20 и так далее Отсюда ты ищешь себе, скажем так, то, что будет спрос Есть спрос, есть предложение И вот так это пошло Уставной капитал предприятию нашего бизнесмена также не потребовался Когда я вот это начинал, я уложил буквально 2000 тебе Цветы Деньги не обязательно здесь Это, скажем так, такой менталитет, стереотип и так далее Чтобы начать бизнес, это просто нужно знать, как и делать, и все Если, допустим, тот же Ержама может обучить, как А уже вы, от вас уже зависит, как вы будете это делать Сможете, вы по-любому сможете, но это уже будет зависеть от попыток Многие ломаются после первой, второй, там, третьей Обычно после третьей попытки уже ломаются А у вас, может, после десятого получится Чем больше узнаешь о законах бизнеса, тем интереснее его изучать, считает наш собеседник Бизнес, самое, как игра Я знал то, что вот эта игра Не игрушки, не путайте Это, у этого бизнеса есть свои правила Ты должен их четко выполнять Это не просто ты сделал что-то и просто получаешь деньги Ты определенные делаешь действия Ты становишься, к примеру, самым крутым на рынке В 19 лет, к примеру, я это хочу сделать и мне кажется, это круто Не всегда старшее поколение понимает эти эксперименты Даже родителей иногда трудно убедить Но без опыта, трудного и не всегда приятного Вряд ли состоится удачная карьера предпринимателя Первое время меня поддерживали, когда я только пытался что-либо сделать Потом меня укрикали Ну, у меня много не получалось Я только об этом не думал Даже один раз был такой разговор с отцом Я все время думал, как, как, как заработать И он мне говорит Мы сидели прямо напротив, как вы сейчас И он мне сказал Тебе что, денег не хватает? Я не понял вопрос Сколько тебе не хватает? Нет, нет, просто хочу попытаться вам вытаскивать Так деньги вложить На что тебе не хватает? Учись, живи, радуйся Когда, как бы, в погоне за деньгами идешь Или за тем, как заработать Ты о другом забываешь Это и правильно, и неправильно Во-первых, ты сосредотачиваешься на своем Но плохое, ты начинаешь забывать про друзей, девушку и так далее Но когда все уже нормализуется, все остальное круто Родители по-другому начинают относиться Они поняли, как бы, ребенок вырос Уже можно там не упрекать и так далее Самое классное, это, наверное Любой риск должен быть оправдан А бизнес – это всегда риск Но еще и интерес, поиск себя Поэтому кому, как и молодым людям Быть сегодня предпринимателем Тем более, что государство обещает Не оставлять без внимания Трудности предпринимательства И продолжать начатые программы поддержки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok